так девчонки мальчишки всем большие а также их родители да всем большой привет вот давайте мы сегодня сделаем с вами теговое видео я нашла этот тег случайно я не знаю кто автор тега сильно не было времени разбираться я нашла его у девушки которую зовут ольга песку я дам ссылочку вот если вам интересно может быть на ее видео итак поехали мой питомчик много вопросов 22 некоторые дурацкие честно скажу вот и не обидится тот кто создал этот тег ну какие-то некоторые вопросы прямо ну какие-то совсем не интересные еще детские но непонятные мне зачем они нужны я их наверно буду или пропускать или так как-то так быстро отвечать первый вопрос но есть интересные первый общаетесь ли вы со своей первой любовью слушайте девчонки и мальчишки не знаю что считать первой любовью вообще все как-то сложно для меня у меня были два мальчика до мужа вот которые запомнились мне в которых может я была влюблена сушки но я не беру прям совсем юные годы когда мне было 8 лет и я была влюблена там в других двух мальчиков я не беру эти годы я беру такой ну класса в восьмом на на классе в седьмом или восьмом я познакомилась на дискотеке дискотеке с одним мальчишкой его звали ванька фамилию не помню а не вспомнила прикиньте только что вспомнила фамилию его вообще да вот вообще ванька был у меня очень красивый парень прям очень красивый и я пала жертвой его красоты там девчонки все были в него влюблены он был такого маленького росточка начис меня с меня вот и здорово танцевал брэкдаунс вообще был такой крутой так одевался круто у нас же это тогда помните было так ого-го да было тяжело там круто как-то одеться а он был человек передовой пацанчик вот и дружил на дискотеке со всеми самыми такими крутыми у нас там ребятами девчонками вот и когда он влюбился в меня ночью как-то так вот как-то я пола пола жертва его обаяния ну вот но я не знаю даже плакала там у нас были размолвки и он там он такой бабник оказался вообще капец прям так оценил свою красоту между прочим и там еще одна благо конкурентка как сейчас помню я ревновала даже даже плакала из-за него вот но это было давно и я не могу сказать что был моей первой любовью это как-то все ну понимаете да что там могло быть почти в районе там четырнадцати за пятнадцати годов ага годков но было дело под полтавой да второй молодой человек его звали володя вот как моего мужа я очень хорошо помню как-то я была уже ну я была не намного старше но была постарше на лет 15 мы с ним познакомились он был вожатым а ему было 22 мне 15 ему 22 был пионерский вожатый в нашем лагере вот он вообще так внешне было очень ну не симпатичный парень правда если но не не красивый даже страшненький вот так ну то есть совсем не симпатичный вот если его вы первый был ванька симпатный парень а вот володька он был вообще не красавица близко такой простецкой простецкой внешности и тоже невысокого роста повыше право меня но все равно такой но был такой крепыш прям найти вот витки крепыши вот он был из таких крепышей такой вот шустрый был очень энергичный парень хохмачивший жуткий и он меня знаете как-то прям все время смешил то есть я сначала но когда он приударил за мной но там мол него шансов не было вообще вот реально вообще потому что ну потому что ты реально он был страшненький внешне страшненький вот но он найти он так во первых не отступал и он главное не навязчиво то есть я всегда бешусь когда навязчиво ну раньше до молодости как-то много навязчивых ребят было я никогда это не любила меня стоит раздражало не понимал как можно так навязываться как себя так как-то него не уважать а он эти так делал хитро все у меня все время смешил еще и подкалывал еще и а он был очень юморной я уже сказал и прям девчонки многие они нашего там ну и вожатые девочки там девушки да и девчонки моей ровесницы там из моего отряда из параллельного он их просто обаял своим юмором все время какой-то был такой позитивный на анекдотах на каких-то историях вообще под язык был просто подвешено шикарно он подкалывал и в то время там изображал как я хожу как я говорю там как я нам про что-нибудь тогда крашусь или что-нибудь и ухаживал за другими девчонкой короче злил меня как только мог вот злил и и и так вот это злил то утешал то там начать такое сушки он меня завоевал свои вот эти вот юмором и позитивом вот реально я потом в трескалась в него тоже и вообще не обращал внимание на его внешность ну то есть он не понравился 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 да но потом появился муж я познакомилась с мужем и и как-то знаете все и вот и вот тут наверное я втрескалась по серьезному по большому короче говоря все отпали кто на этот момент был ну там просто были там какие-то ухажеры знаете все а вот серьезный был вот этот вовка вот первый вовка 1 вовка 2 у меня да 2 это который муж ну и вот вот тут наверное все таки раз я выбрала мужа хотя вот они там даже вот одновременно он одновременно появился с этим болоткой то наверное все таки первую любовь можно считать с моего мужа но естественно общаемся ли мы да может 30 лет общаемся хотя у нас бывают периоды когда мы не общаемся но тем не менее в общем общаемся по поводу этих двух ребят предыдущих про аню я ничего не знаю как у него сложилась жизнь не знаю не видела не видела как-то когда уже ребенка родила и как-то гуляла мы жили неподалеку ну там с девчонками с каким-то там ходил окучивал кого-то в очередной раз такой был любвеобильный молодой человек еще красивый и поэтому девчонки на него западали прям реально западали на его красоту а второй с волосикой мы виделись один раз тоже поскольку тоже жили в одном районе я уже родила опять же дочку и как-то мы с ним увиделись но там шансов не было и он это понимал то что я уже была замужем с ребенком увлечена своим мужем по самые не там помидоры да как говорится поэтому вот и как он потом не знаю я не знаю к сожалению я была бы рада кстати узнать про права не как-то нет а про володи да надеюсь что у него все хорошо честно помню о нем прям вот очень очень такой вот прям светлое мне впечатление он настолько был светлый хороший человек надеюсь что у него все все замечательно вообще жена дети и все чудесно в этой жизни вот но все-таки первой любовью считаю мужем первый алкогольный напиток о про мужичков то 7 минут наговорила 1 алкогольный напиток ну если шуточный то в детстве что-то какая-то наливка под руку попалась поэтому хлебнула думала компот как многие детки оказалось наливка плевалась бабушка смеялась моя долга когда наблюдала эту сцену потом еще в лагере я помню тоже вожатый нас решила разыграть но нам было уже лет по 15 я до 16 лет ездила в лагерь в пионерский поэтому 15 а может и 16 и что-то мы то ли заболели то ли замерзла с девчонкой с моей подружкой и вожатый нам предложил ну говорит короче отхлебните согрейтесь и все будет хорошо и я отхлебнула не знаю чего я хлебала но когда я это отхлебнула то естественно меня все перекорежило потому что это было я даже не помню то ли спирт то ли это была водка но было горько я вся обчихалась обкашлялась обливалась вот а если вот это были два таких помню памятных случая а третий когда вот уже я так серьезно ну так сказать и выпила я вообще ничего не употребляла до замужества и после на новый год какой-то новый год очередной машке было года два наверное и я попробовала муж говорит учета там попробуй шампанского хотя бы и я попробовала шампанского вот с тех с тех пор я как-то вот шампанское ну с тех пор уже не только шампанское да вот но шампанское помню попробовала да на новый год что-то было такого плана попробуй попробовать на ничего особенного первая работа первая работа но я не буду говорить куда там я до первых первую работу свою строилась самая первая вот такая рабочая деятельность я ее прочувствовала на своей шкурке у нас тогда помните раньше были у п.к. у п.к. учебно-производственный комплекс и я помню какие-то были последние 9 и 10 класса по моему мы все должны были выбрать себе типа профессию будущую ну или там ну что-то а я как всегда что-то вся в ней была где-то витала в облаках и прощелкала когда все выбирали и мне досталось я бы тогда выбрала медсестрой наверняка бы но я прощелкала все это дело и остался продавец по моему продовольственных товаров вот он по медициной остался и тут там еще и я у меня не было выбора я стала тем продавцом продовольственных товаров ездила в магазин как сейчас помню у нас была практика в магазине в чертаново был универсальный магазин такой достаточно крупный не помню как он назывался как-то или просто был универсал или гастроном написано я не помню помню что в чертаново это было я ездил в чертаново значит работала в этом гастроуниверсами назовем его так сушки я работал там и фасовщиком и вот вот этим самым типа продавцом прод товаров я даже не помню нам платили за это или нет что-то я по-моему даже когда платили какие-то деньги и сколько-то несколько месяцев по моему надо было работать что-то такого плана а еще помню это тоже было связано вот с магазином я торговала летом соками но это все как-то после практики по моему еще что-то было у нас не помню это было так давно девчонки мальчишки просто помню что сначала я работала в самом магазине а потом я уже работала при магазине только почему-то при другом вот в одном магазине значит фасовщик и продавец прод товаров а в другом магазине я работала продавцом сначала в рыбном отделе меня поставили по счету в рыбный отдел потом в колбасном отделе как-то меня из-за дела в отдел видно перебрасывали а в конце я оказалась на улице на и торговала с соками вот вот это помню хорошо я там людей интересных встретила и помню еще оттуда запах подвала я обожаю вам с тех пор запах подвала сырого там был такой сырой подвал и я любила туда заходить и нюхать этот воздух вот сейчас я помню как как сейчас а вообще было прикольно на этой практике там я начала свою первую воровскую деятельность так сказать я там стибрила знаете как-то то ли время был такой то ли я не помню я не помню честно говоря то ли все таскали я поддалась общему влиянию ну наверно так и было и подтаскивала домой продукты времена были тяжелые я помню я подтаскивала мандарины вот подтаскивала конфеты и еще разок я помню я здоровенных двух карпов сперла сперла карпов вот так что воровская моя деятельность моей биографии началась именно в тот момент ладно поехали дальше первая машина первая машина она у меня и единственная это вот сейчас то на которой я езжу у меня хендай а какая у меня хендай то верите solaris что ли хендай нет на не solaris блин я даже не знаю как о чем вы говорите я даже не знаю какая у меня машина у меня знаете все как это сейчас прикол расскажу как я значит межзрение плохое да значит как я а хожу я без очков вот так без очков и когда меня про встречает муж где-нибудь я выхожу вот например магазина до своего я выхожу вечером я не вижу издалека номеров или там чего-то там я как ищу машину мужа у меня такое описание большая серая машина вот вот такая вот такая я ее так себе рисую в голове я понимаю что такая большая вот такая серая машина это машина мужа я иду и смотрю не на номера она все большие серые машины которые визуально похожи на машину мужа ну вот теперь вы понимаете да сейчас вот правильно сказать какая мужа модель машины я тоже вам не скажу вот поэтому у себя то же самое я знаю что меня синий хендай какой не помню solaris или нет я сомневаюсь по моему не solaris мне кажется какая-то другой может solaris хрен его знает не знаю проехали про машину короче вот эта машина она у меня как есть как была первая так и до сих пор я на ней езжу поехали дальше а муж всегда ржет когда я подхожу к чужой машине я столько раз подходила к чужой машине подхожу ну думаю что это большая серая я нашла машину мужа я подхожу к ней вплотную и вижу что за рулем сидит не муж когда хочу открыть дверь и а оси соседней машине и ржет например и глину мать ну ты даешь вообще я просто в шоке над тобой проехали вот прикольно дальше первый человек а первых вот дурацкий вопрос не пойму к чему первый человек который мне сегодня написал я не знаю по моему если я вообще никто не написал поэтому нет такого первый человек о ком я сегодня подумала но сын потому что он болеет и я когда просыпаюсь ночью днем от любого шороха я всегда слушаю не сын ли открыл дверь не ходит ли он не кашляет ли поэтому это сын так и первая учительница первая учительница как сейчас ее помню татьяна ванна бакарева даже даже помню и вот фамилию я ее любил она была строгая она иногда ругалась на меня тоже потому что я была девчонка хулиганистая громкоголосая озорная ночью и иногда мне пистолей вставляла татьяна ванна но я ее любила вот она мне знать печальчески нравилось и когда у меня бывает вот такой тандем с чеком сложится вот нравится мечет то мне ваш он ругается там да я как-то ну не так воспринимаю остро мне мимушей иногда поэтому поэтому я многие вещи не замечаю есть чек не нравится дальше татьяна ивана у меня не самые хорошие впечатления но вы можете это понимать что я фамилию помню учитель своей и так первый раз когда я полетел на самолете я не помню какой-то был год куда при а это был в эмирата мы полетели с мужем и с двумя его как бы друзьями вот семейные пары это был год 90 я снимал об этом видео в 96 что ли 95 95 96 год мы первый раз полетели на самолете в арабские эмираты вот это было тогда но долго не буду про это ладно как бы тут конкретный вопрос конкретный ответ первый лучший друг ой первый лучший друг общаетесь ли вы сейчас у меня был не один лучший друг у меня было три лучшие подруги и мы сейчас не общаемся мы не общаемся уже очень давно значит нас была великолепная четверка из четверки на тот момент когда я была в курсе умерли две девочки остались еще две девочки это вот еще одна и я вот а 2 к сожалению и вот та самая первая у нас как получилось наши четверки самый первый вот с этой моей с девочкой с леной мы жили в одном доме через подъезд я во втором она в четвертом и мы с ней познакомились когда еще по моему в садик ходили вот обе нам в разные сад ходили просто мы познакомились когда видно в период между саде а может гуляли во дворе не знаю как но в итоге мы а может мы с ней первоклассе нет по моему с ней переклад пошли уже уже были знакомы по моему так да по двору как бы по двору и все и мы с ней закорешились в этом первом классе но мы нашли там еще двух подружек которые жили в соседнем доме и они тоже в одном подъезде они жили в одном доме но в одном подъезде на разных этажах люды и катя вот и мы короче говоря вы стали великолепной четверкой и я не могу сказать я потом дружила с леной там и знаете в девчонке же мы то то и больше с леной то я больше с людой то я больше с катей вот но с катей как-то всегда меньше мы с ней всегда соперничали. Лена и Люда, они были поспокойнее, а Катька была львица, и мы с ней, а я вот такая, вы знаете, огненная висиха какая-то, это я так себя называю, я не огненная, просто, не знаю почему, по характеру, наверное. И мы с ней, с Катькой, короче, мы всё время соперничали. Соперничали, ну не знаю, наверное, ну не знаю, вот соперничали всё время, и причём начинала Катька, я никогда не люблю первый лезть на рожон, я просто отстаиваю, ну не знаю, своё мнение, свои границы когда как-то сильно на что-то претендуют, наверное, я просто отстаиваю своё, и поэтому у нас с ней случались противостояния, вот такие. Вот, ну короче говоря, умерла Ленка, с которой мы жили, вот Лена, с которой мы жили через подъезд, и умерла Люда, которая была поспокойнее, она была, кстати говоря, скорпиониха, вроде, вот, да, вы думаете, а мы, у нас с ней был такой тандем, мы ржали с ней по ночам, вообще, я Людку вспоминаю, и наши с ней ночные беседы, ночные ржалки, буквально ржалки, мы с ней вот ночью созванивались и хохотали, вот просто до упады, пока моя бабушка, которая спала вот со мной, да, в одной комнате, она уже, она была такая терпеливая, она как бы мне всё прощала, она уже говорит, блиноль, совесть имею, вообще я не сплю, 4 утра вы с Людкой ржёте, всё, хорош, сейчас матери пойду расскажу, всё с отцом. Вот тогда мы с Людкой затыкались, я ещё потом 15 минут отходила, одна хихикала под одеялом, вспоминая, как мы с Людкой что-нибудь там придумывали, в общем, да. Вот, но от Люды и Лены нету, они вообще ушли совершенно молодыми, обе успели побывать замужем, но обе без детей, вот так. Как-то с мужьями, по-моему, одну и другую не сильно повезло, мне кажется, им какие-то дегенераты обеим попались, вот, так что ладно. В общем, такой вопрос, такой вот ответ. А с третьей, с Катькой, мы так, мы, вот, представляете, девчонки, мы с ней, и мальчишки, мы с ней пробовали общаться, как-то мы нашлись через там много лет, вот, и я как-то через третьих лиц узнала, что умерла Люда, позвонила, нашла, вспомнила Катькин номер, столько лет прошло, позвонила ей, мы начали как-то общаться, но, знаете, вот это соперничество не ушло в ней, в ней, и как только почувствовала в какой-то момент ее такой какой-то назидательно-высокомерный какой-то тон, вот как в детстве, я поняла, что она мне нафиг не упала, не хочу общаться, не хочу слушать, когда мне что-то говорят таким тоном. Я сразу прерываю контакты с такими людьми, я больше с ней никогда не общалась. Все, дальше, ну не мой человек, что с ней общаться, да, вот так. Ну вот такой я человек, может я такой сложный человек, я не знаю, я просто прерываю контакты и все, не общаюсь. С кем ты сегодня поговорила в первый раз? Еще из серии дурацких вопросов, но лично для меня, ну не знаю, с кем, муж пришел в комнату, будил меня утром, говорил, блин, ты, Соня, че ты спишь? Вот я, ну он рано встает, и он все время будет меня, а я сплю такая себе, сплю, и он мне говорит, блин, я прям, вот ты прям не разбудишься, и ты будешь до 12 дрыхать. Я говорю, да, не разбудишь, буду дрыхать. Поэтому это был муж. Дальше. На чьей свадьбе ты была в первый раз? Слушайте, ну на моей памяти, я в каком-то детстве, там лет в 5-6, была на чьей-то свадьбе, еще в бей не помню, поэтому первая такая вот запоминающаяся, активная свадьба, на которой я была, это у друга муж женился, ой, это ты у друга, у моего мужа женился друг. И вот на его свадьбе я была. Вот, это мы еще были с мужем неженаты, мы с ним только встречались, вот, только встречались, девчонки я не укладывалась, поэтому не обращайте внимания на прическу. Вчера была на работе, и это, вот как я уложилась вчера, да, так у меня как бы все вот это вот осталось, поэтому, ну, какой-то такой вот елочкой я хожу, когда на работе поприличнее, а сейчас уже, да, ночь проспалась, везде ходила с заколкой, поэтому сейчас распустила, вот, что видите, то и видите. А так вот такая елочка у меня, ну ладно, отвлеклась. Ага, итак, что там у нас было? А, про свадьбу. Ну да, мы с мужем были еще неженаты, и вот первый раз мы с ним, что-то я поругалась там с ним, помню, на этой свадьбе, приревновала, что ли, его к кому? А, не-не, не приревновала, что-то он мне мало внимания уделял, я ему навтыкала пистонов, вот, и потом плакала, что-то такое, потом вернулась, потом меня со мной танцевали его друзья, говорили, не знаю, что я хорошая девушка, что я им очень нравлюсь, но если я обижу их друга, то они мне голову оторвут, это я, добрые парни, это я помню, как сейчас, вот, в общем, такая была свадьба. Так, первый концерт, на который ты пошла, ну, более-менее интересный вопрос, я не знаю, какой был там первый, может, в детском садике, я помню из того, что помню, поэтому он будет первый, я ходила на концерт Димы Маликова, он выступал в каком-то ДК, по-моему, это было на, где-то на Тульской, мне кажется, был какой-то дом культуры, и как-то я туда попала, вообще, не помню как, может, и не на Тульской, но, по-моему, на метро Тульская, и я была в первых рядах, и я даже помню, что мы залезли с девчонками, он прям сцена была передо мной, Димка Маликов пел передо мной, и я вообще, я тогда, ну и сейчас я люблю его песни, на самом деле, да, и они у меня записаны, кстати, в альбоме, там везде, на ютубе у меня есть мой плейлист, и там есть песни Димы Маликова, вот, и мы залезли на какие-то, какие-то, я не помню, стойки, то есть, какие-то возвышения, и танцевали, и Дим Маликов, он, знаете, он прям, прям поглядывал так на меня с интересом, и я, а я была в такой длинной юбке, в розовых модных туфлях, короче, была такая прям ягодка-малинка, и думаю, и мне даже показалось, что вот он меня как-то отметил, как-то я ему понравилась, то, что я прям девчонки отметил, и ему, ой, он на тебя смотрит, ну, мои там подружки, вот, а я говорю, да ладно, не завидуйте, девчонки, хотя сама была довольна до соплей, вот, ладно, следующее, ну, вот этот концерт я запомнила, да, потому что был Димка Маликов, и мне показалось, что он меня заметил, может, так и было, ну, думаю, так и было, обычно я такие вещи не придумываю, правда, первый пирсинг, а, ну, это было, вот, про пирсинг интересно рассказать, значит, первый прокол ушей, я, значит, посадила маму, это был второй или третий класс, этот, второй, это точно, значит, я захотела, я решила, что мне надо проколоть уши, я думаю, у какой-то девочки в моем классе были проколты уши, я посадила маму и сказала, значит, так, коли мама уши, вот, реально было так, я ее долго упрашивала, долго, тогда же, понимаете, наверное, были салоны, ну, красота была, вот этот салон красоты, не салоны тогда были, институты красоты, но, знаете, надо было ехать туда-сюда, а я сказала, я не знаю, откуда у меня была эта информация, очень короче говоря, мама взяла иголку, проколила ее на огне, тогда были вот эти вот плита на огне, мама проколила иглу, взяла спирт, и я сказала, мам, коли, это я во втором классе, мама боялась, по-моему, тряслась и говорит, не, не, нет, я типа не могу, там, ты будешь плакать, я сказала, я реветь не буду, коли, я очень хочу, вот, хочу, коли, и все, слушайте, она мне стала колоть, я помню, как сейчас, вот такенная игла, черная, от того, что ее проколили, и она мне колет ухо, она мне оттянула ухо, и стала колоть, и я заорала, я заорала, было очень больно, она еще делала это медленно, понимаете, я заорала, она вынула игу, сказала, все, 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 я не буду, там она уже в плач, я ей сказала, все, я собралась, я от нее пикну, клянусь, не пикну, вот сейчас еще раз пикну, прям не коли, девчонки, я не пикнула ни разу, она взяла иголку, она плакала, и колола мне уши, и она мне проколола, я больше не пикнула, одно и второе, вот, ну, вот это вот, честно, я не знаю, есть чем хвастаться, нет, но вот так вот и было, это был первый пирсинг, а второй пирсинг, мам потом всем, кстати, рассказала на работе, и всем, что сама не ожидала, что я не произнесу ни звука, не дернусь, вот после одного раза не пикну, ничего, все, и вот до сих пор у меня вот эти проколотые мамы и уши мои, но, значит, в классе в шестом я поехала в пионерский лагерь, это было Феодосий, как сейчас помню, на юг мы тогда ездили, от завода давали путевки маме, и было модно, когда вторая дырка и третья там вот так, и я попросила девочку, у которой были тоже проколотые уши там дважды, я ей сказала, слушай, а ты не можешь уши проколоть, я хочу как у тебя, и она мне так же в коридоре, я даже не помню, по-моему, даже не проколотой иглой, то есть не прокаленной, ну где там колоть, колить, прокаливать, вот поняли, да, от слова не колоть, а прокаливать иглу, чтобы ее стерилизовать по-другому, и, наверное, мы может там, дай бог мы чем-то обработали, что было с зеленкой или там йодом, и она мне колола уши, естественно, девочка моя, мы, я в шестом классе, она в шестом, нам по 12 лет, она, но я мужественно выдержала, и все, она мне проколола уши, и я долго ходила, у меня были два проколотых уха, то есть вот тут сережки и тут, потом бросила, повзрослела, это как-то перестало, по-моему, быть модным, я не помню, и все, и у меня заросли, но дырочки остались, то есть все могут посмотреть, что у меня дважды проколоты уши, то есть тут две и тут две, поехали дальше, блин, 27 минут, так, первая страна, в которой ты побывала, я пропущу, у меня был в каком-то теге, этот вопрос я, по-моему, рассказывала, ну, только что, это Арабские Эмираты, первый фильм, который ты помнишь, первый фильм, который я помню, не помню, но это, наверное, детство, а в детстве было много фильмов, вот так прям совсем из детства, наверное, про красную шапочку, не буду распространяться долго, я очень помню хорошо, как я лежу на диване, что-то типа Нового года, наверное, или каникул, и я смотрю, вот это вот, если только-только-только, бегает Едвиг, как ее, Яна Поплавская бегает, с корзиной, с кошелкой, с корзинкой, шапочки, и полез, да если только-только-только, помните, если там, где-то там, папа, тара-тара-тара-тара, встречу я кого-нибудь, ну, не будем, да, и я просто пела вместе с ней, поэтому вот это, если только-только-только, это прям вот, у меня в голове, поэтому, наверное, это был первый фильм, но один из первых, точно, дальше, первое наказание, слушайте, меня не наказывали в детстве, практически вообще, я, вот эти наказания, они были прям единичными, разочек, помню, ну, я доводить тоже умела, поэтому я понимаю родителей, разок помню от мамы, когда она гонялась за мной, знаете, с чем, по квартире с этой, мухобойкой, мухобойка была, и вот она что-то там, с мухобойкой за мной гонялась, полная истерика, я ее, видать, довела совсем до белого коленя, а я спряталась, в этот, под стол, и она меня из-под стола, так как бы, знаете, мухобойкой пыталась выбить, вот, это было прикольно, вот это помню, как сейчас, и помню, и помню еще ярко удар, который мне, вот папа меня раз ударил, да, один раз в жизни, один раз в жизни, ударил отец, это, я уже была здоровенной девицей, и я нахамила бабушке, я вообще не из этой серии, я никогда не хамлю, а бабушку я очень любила, тем более, но, что-то тут я была, знаете, подростковый возраст, там лет мне, даже не помню, 13, наверное, я раздражена, что-то бабушка мне говорит, и я ей ответила грубо, папа был, папа был при этом, и он меня схватил, помню, за шкербот, я даже не помню, как я помню, что я улетела на диван, на кровать, на бабушкину как раз, и он меня, я даже не помню, я даже не помню, вот от шока, что у меня, отец первый раз на меня в жизни поднял руку, обычно мне все время там угрожала мама, но не била, а им там, знаете, угрожала, типа, как вот там, этой вот махобойкой, а тут меня отец, я не попожу, он мне там ударя поляшкой, куда он мне попал, очень, короче, меня один раз отоварил, это я помню, как сейчас, вот, и сказал, не дай Христос, услышу еще раз в бабушкин адрес какое-то грубое слово, ну, но гормоны, видать, подростковый возраст, мой язык длинный, сыграли свое, вот это запомнила, первый сосед по комнате, дурацкий вопрос, какой-то дурацкий, я не жила в общежитии, это бабушка моя, мы с ней спали в одной комнате, и так, и последнее, первый шеф на работе, что-то типа того, первый, первый шеф, кто у меня был первый шеф-то, а, ну, это опять же, смотря на какой работе, если брать УПК, то я не помню своего первого шефа, помню, женщину, которая там работала со мной, в рыбном как раз отделе, она была такая симпатичная, шустрая, помогала мне, обучала там меня, ну, вот ее помню, ну, как она, как шефиня была, наверное, взяла шеф-то надо мной, и мне там, уму разума у меня учила, как взвешивать, отрезала мне колбаски, когда я была голодная, от этого батона, ну, смотрите, вот мы работаем, да, и там утром бежишь, не успеешь позавтракать, у меня это магазин этот был, я в одном районе, да, а ездил же в Чертану, в другой район, и что, по-моему, к 9 или к 9, я ездила туда, и иногда голодная приезжала, а мы с ней эту колбасу там режем, в этом отделе, вот, и она мне подкармливала, то сыром, то колбаской, наверное, все, про остальных своих шефов рассказывать не буду, это уже другая история, все, чайки-мальчишки, это был вот такой на сегодня тег, не знаю, насколько вам было интересно, но некоторые вопросы показались мне прикольными, если какие-то, знаете, интересные теги, если хотите что-то спросить меня, спрашивайте, я посмотрю, если все будет нормально, то я отвечу, но если не какие-то такие вопросы, то я, конечно, вам отвечу, все, пока, без ушки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok